сейчас подожду пока на твиче все заработает все пошло замечательно ну раз пошло продолжаем нашу программу и у нас тут пицца поп точнее пицца марио хак на известный пицца поп кому известно кому нет в общем смотрим заставочку о том как марио сменил профессию сантехника на доставщика пиццы как-никак итальянец в общем вот марио нужны деньги и он устроился работать в пиццерии как-то так я даже не знаю что про эту игру говорить детстве и у меня не было к счастью к сожалению не знаю она довольно странная довольно упоротая и пожалуй она гораздо легче чем в оригинал чем пицца поп которым все посложнее гораздо сложнее фитбоксы здесь кривые все здесь кривоватое как он может вообще это в детстве была эта часть марио не никогда не видел честно говоря я вообще так первую часть видел я не знал даже что есть продолжение Да, видимо, пицца из кирпичей, раз ей можно... Прям по хардкору, через окно. Порточник. Так, ну и вот у нас первый босс. Махивой за форточник. Твич, твич. Ну, твич, как бы. Да. Твич, твич, рифтвич. Сейчас должно быть норм уже. Странно, дропов у меня нет. У меня точно нормально все. Не знаю, сейчас вообще видео есть, нет? Да, есть. Все. Ну, окей. Ладно, тут у нас следующий уровень для разнообразия. Это у нас... Не знаю, кодочки. На скутере. На мопеде. Не знаю. Ух, что-то я вообще фейдинг троллит. Меня вот он тоже троллит. Я, допустим, следующий стрим могу только после обновлений страницу увидеть. Хм, вообще непонятно. Странно. Турботоннель пошел. Как перегонки. А тут, в принципе, не важно к кем приедешь. Главное приехать до конца и все. Да, учитывая, что это пицца Поп Марио, это куда проще. Да. Если бы это был оригинал, то было бы все хуже. Что-то этот узкоглазый в каске непонятно куда чем-то. Да, это было прям Батл Тодс там. Но это еще не единственный уровень Батл Тодс. Он здесь еще один будет. Из Батл Тодса не туда и не сюда. И не еды и не воды. Марио на крюк повесили голову. У нас бонус уровень, в котором нам нужно собирать пиццы и, не знаю, закидывать их в печку. Странно, что этим занимается доставщик пиццы. Но он подрабатывать должен. На нескольких работах. Да, ему уже нужны деньги для кольца. Я не помню, за бонус уровень, по-моему, вообще кроме очков ничего не дают, а за очки тут жизни разве что. Но для этой игры с жизнями тут вообще нет никаких проблем. Это только в оригинале. Есть некоторые сложности. Как-то так. Я вот тут опять логически подумал. Интересно, у него там внизу кто-то пиццы готовит с такой молниеносной склопки что-ли. Или у него там запасы стратегические были. Это он сразу просто кучу наготовил и всё. Такая, ну чё курьер, я тебя проверю. Да блин, вообще не получается. Да блин, раньше Марио как бы и плотником был, и ещё кем. Ни причём бы не доставщиком пиццы побыть. Как раз подходит, это реально же. Ну да. Наверное, клиенты ему чаевых будут давать за это дополнительно. О, итальянец принёс пиццу. Ммм, молодец. Вот тебе на чай. Класс, тематическая. Жизнь. В принципе ладно. Не знаю зачем я её взял. Просто привычки уже. А я кажется, кстати, понял. Наверное, один раз, в очередной раз поменяв работу на водопроводчика, его засосало в трубу, и поэтому с тех пор он водопроводчик. Всё, логика. Ну это серьёзно. Производственные травмы там. Ну просто в Грибном Королевстве других профессий вроде бы нет. А не обязательно, что он здесь в Грибном Королевстве. Видимо, он просто не знает. Не, ну он до посещения Грибного Королевства работал вот доставщиком пиццы, флотником, ну и прочее. А тут последнее место работы был водопроводчик и всё. А вернуться он уже не может, поэтому водопроводчик у нас остался. Уволиться-то он не может. Куда? Так, куда? Отвезапно, Марио надо доставить пиццу ведьме. дурацкое место да пицца с грибами особыми грибами раз теми самыми которые придают марио рост ну сначала ты растешь он ты в трубу зарываешься там тебе тебя боузер преследует в общем не рекомендую это для особых любителей только а потом тебе кажется что ты шрек ну как как повезет как повезет пицца и такой продукт нестандартный не без этого блин а графон тут сколько завезли а с точки зрения переработки спрайтов или с точки зрения самой игры самой игры я просто ни разу не играл смотрю графики много я тоже не играл вот только внезапно нашел ну как нашел нашли на стримах внезапно тут у нас дракула кто там хотел посылать да музыка только надо не хватает наиграть наиграть ай хватит фейрич да пицца тут разнообразная почему он превращается в летающую свинью ну не знаю швайн забавно то что ведьма сторожил драку наверное ее любовник возможно он курьера там за любовника принял так либо отойти не сильно надолго но надо да и у нас тут очередной батл тоц на этот раз мы уже на скутере катаемся это пятый уровень да оставил фейринг без любовника что поделать да тут забавно спрайт когда он едет по скутере они старались да они пытались этот босс очень дурацкий на самом деле и убивается он беремес иначе никак потому что хитбоксы здесь отвратительные не ну тут в оригинале была собака по моему тоже так что собака которая плюется другими собаками да это конечно но тут видать скайп Будь здоров. Спасибо. Очередной бонус урейн, который... ...который последний бонус урейн. Вообще. Игра очень короткая. К счастью. Да, такую обдолбанную игру никто покупать не хотел. Пришлось Марио запихнуть. Ну, видимо, да. Вообще-то там был, конечно, вопрос, откуда щенки выходят у этого пса. Из-под мышек, похоже. И тут у нас немного Даки Конга. Ну, в смысле, я имею в виду. Который классический. Выпрыгаем от бочек. Точнее, уворачиваемся от бочек, прыгаем через них. И забираемся наверх. Так. Это точно Танти Конга. Ну, теперь у нас снова Кослование, Часовая башня. Так что, Гир, все для тебя. И у нас тут последний босс. И так. Да. И бьется он довольно-таки необычно. Потому что... Когда первый раз пытаешься пройти игру, то не знаешь, как его вообще валить. У некоторых боссов вообще непонятно, как валить, на самом деле. Поэтому... Поэтому тут есть что-то интересное, да. Вами. Вообще тут его самому атаковать нельзя. Из него можно выбить разве что какие-нибудь призы. Типа... Типа пиццы или типа... Сердечко. И все. Да, блин. Псс. Да, такой робот. Цветастый. И краска другая кончилась. Что ж поделать. Не ржаветь же ему. Да, пришлось попрасить розовый. Что только не сделаешь. Вроде того, чтобы твое творение... Ну, служило тебе дольше. Ну, в общем-то, вот вся игра. Это наш конкурент, ребят. Ну, был, да. И, наконец-то, Марио собрал деньги, но... К сожалению... Кольцо уже купили. И, в конце, все-таки, конкурент решил то, что... Эх, надо все-таки помочь Марио. И отдал ему хотя бы букет. Какая-то странная рука у Марио. Она слишком длинная. Да, принцесса как-то немного потолстела. Непонятно, что с его рукой. Ну, видимо, ел много пиццы, и... Попалась какая-нибудь радиоактивная очинка, и вот... Ладно, не спешит. Гриб нотариеннов колол. На стероидах. Марио на стероидах. Ну, вот... Не знаю, но... Король Джо. Упоминание Джо. Это в дизайнерах было. Ну, теперь понятно, почему. Тут Марио. В общем, в качестве хака она довольно-таки неплохая. Если оригинал смотреть, то там, конечно, придется поднапрячься. Там, потому что условия уже совсем другие до прохождения. С учетом кривости всех, то... Не знаю. Лучше сыграть в хак. Презент Байджалика. В общем, вот. Такая вот игра. Про Марио. Что ж... Наверное, время для... ... ...